Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас! Слава Иисусу Христу! Посмотрим жития святых, рассматриваем во свете Библии, чтобы на все смотрели открытым оком. Вопрос 1889. После того, как человек стал священником или диаконом, или епископом, но по каким-то причинам сам решил оставить священство, то можно ли так сделать и быть за штатом, без снятия сана? Евреям 13.7 Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Ответ. Таких охотников мало сегодня. Обычно за штат отправляет епископ за какие-то небогогонные дела или за то, что клирик осмелился обличить свое священное началье. О, вот этот-то грех уж они не простят ни в семь веке, ни в будущем. Если обличил епископа, о, да патриарха тем более. Ну и как я по этому правилу пойду, когда я все им говорю открыто в глаза? Они обо мне бы, если рассудили однажды так, что у нас хоть один-то человек есть, который нам говорит в глаза. Тут был у нас епископ, архиепископ Гедеон Докукин. Потом он в Ставрополе митрополитом был. А мы с ним очень часто беседовали. Ну, хорошие были беседы. Было такое, что он на меня нападал, ну а я на него. Что не проповедует, у меня главное. И вот он в Тобольске был, когда прощался. Это его епархия простиралась бесконечно тут. Три или четыре области. И он говорит, я 13 лет был у вас в Сибири. Все вы лицемеры. У меня был только один человек, который говорил мне правду в глаза. А то Ивана Грозного там такой охлобыстен. Иван, юродиво играет. Ну, меня как за юродиво признают или что-то. А что с него возьмешь? Он говорит, и говорит, и все. Или в связи с осознанием своей непригодности, невозможности исполнять по канонам свои обязанности. Это встречается в житиях. Ну, допустим, его посадили, диакона. Вот я знаю диакон Русак Владимир. Хороший, я у него в Америке был. Он диакон был. Ну, пока там был, жена тут нашла другого, как у Солженицына. Ну, он вернулся. И ее простил и взял. А по канонам он должен быть извержен. Ну, так и получилось. Он просто работник. Ну, он сам избрал это. Савва Священный. 5 декабря. В то же время пришел в лавру и преподобный отец наш Иоанн, прозванный молчальником. Он был епископом в городе Колоннах. Но ради Бога оставил свою епископию и, скрыв свой сан, трудился в лавре, как простой инок. Тарасий, 25 февраля. Видя, что ничего не может сделать для торжества православия, Павел задумал оставить патриарший престол, который занимал не более 4 лет. Заболел он, тайно оставил патриаршие палаты и прибыл в монастырь Святого Флора, где и восприял Святую Исхиму. Его тоже во святых оставили. Я вам пример ставлю. Если бы так рассуждали, как Павел, как кажется, 6-й или 4-й он там был, во святых было бы больше людей. Оставил патриаршество. Венедикт. Некий клирик Аквенийской церкви, мучимый бесом, по совету своего епископа Констанции, отправился по святым местам, к мощам мучеников. Но святые мученики ему, как недостоинному, не подали исцеления. Тогда он приведен был к угоднику Божию Венедикту и по молитвам его точно же получил исцеление. Изгнав из клирика беса, святой дал ему такую заповедь. «Мясо не ешь, не дерзай вступать и в священничный скищин. Ибо в тот день, когда ты решишься принять сан священство, ты снова будешь предан беспощадному мучительству беса». Истреливший клирик, возвратившись домой, долго хранил эти две заповеди святого отца. Он не ел мяса и не дерзал принимать сан священство. Но спустя много лет клирик сей, видя, как после умерших пресвятеров на их место вступали гораздо моложе его, он счел вот это бесчестие для себя и стал искать священнического сана. И когда он был возведен от священника, то в тот же день по Божьему попущению на него напал лютый бес и, беспощадно терзаясь его клирика, умертвил его. Так исполнилось пророческое слово преподобного отца Венедикта. Вопрос 1890. «Мы привыкли доверять каждому слову священника, а они этим нашим полным к ним доверием дурно не воспользуются. Не могут ли сказать что-то не по Писанию?» Ответ. «Не следует доверяться человеку без проверки его слов и действий по Слову Божию». Исайя 8.20 «Обращайтесь к закону и откровению». Если они не говорят, как это слово, то нет в них света. Иоанн Златоуст говорит, смотри, вместо пастыря не избери волка. К священнику нужно идти не как к человеку простому, а как к глашатую, изрекающему истины из Библии. Малахия 2.7 «Ибо уста священника должны хранить веденье, и законы ищут от уст его, потому что он – вестник Господа Саваофа». Ося 4.6 «Истреблен будет народ мой за недостаток веденья. Так как ты отверг веденье, то я и отвергну тебя от священодействия передо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих». Герман, архиепископ, 12 мая. Царь, слыша таковые слова святейшего патриарха, то чувствовал стыд, то приходил в ярость, стараясь найти такое обвинение против патриарха, чтобы удалить его с престола. Не как исповедника Исина, а как крамольника. Сообщника своему злому намерению нашел в лице одного пресвитера Анастасия, ученика Германа. Этому Анастасию по нраву подобному Иуде, царь обещал патриарше престол по изгнанию Германа. А он, в свою очередь, за это обещал помогать царю в утверждении ереси и уничтожении святых икон. Поэтому Анастасий сделался ярым врагом святого Германа, пытаясь даже прежде изгнания святого Германа. Кирилл, 11 мая. Много говорили епископы относительно Мефодия. Наконец сослали его в Швабию, где содержали в темнице два с половиной года. В темнице немцы всячески издевались над святым Мефодием. Не давали есть по несколько дней. Когда была зима, они его басово, с непокрытой головой, выводили на тюремный двор, ставили на снегу и заставляли его так стоять на одном месте сутки, а то и больше. Не кто-то, а епископы тоже. А они били даже святого Мефодия батагами. Но Господь сохранял и укреплял святого. Большое утешение доставляли святому его ученики, которые часто навещали его в темнице. Дошло известие о заключении святого Мефодия до Папы. Узнав об этом, Папа Иоанн, восьмой преемник Адриана Второго, прислал проклятие на немецких епископов-то и запрещение совершать им литургии до тех пор, пока не освободят Мефодия. Тогда епископы освободили Мефодию. Но сказали Кацеллу, панонскому князю, если ты возьмешь к себе Мефодия, не считай нас за доброжелателей. Однако сами эти епископы не избегли суда Божия и апостола Петра. Четверо из них скоро умерли. В Моравии же это время произошел раздор славян с немецкими священниками. Поняли, моровляне, что немецкие священники, которые живут у них, враги славян и стараются предать их немцам. Они изгнали их, а к папе послали следующую просьбу. Как прежде наши отцы приняли крещение святого Петра, так и теперь дай нам архиепископа и учителя Мефодия. Папа точно же отправил святого Мефодия в Моравию, где его приняли князь Святополк, теперь разошедшийся с немцами, и моровляне, и поручили ему все церкви и духовенства во всех славянских городах. На место изданных немецких священников, святой Мефодий ставил священников славян. Ввиду того, что святой Мефодий и священники совершали богослужения, учили народ на славянском языке, стало сильно расти учение Божие. Многие из изданных, отрехлись от своих заблуждений, уверовали в истинного Бога. В это время им арабское государство было так сильно, как никогда не бывало. В этом же послании Папа было написано, брат наш Мефодий правоверен и совершает апостольское служение. Ему от апостольского престола подчинены все славянские страны, и кого он проклянет, тот проклят, а кого осветит, тот будет свят. После этого все враги Мефодия разошлись со стыдом. Злоба же врагов святого Мефодия этим не окончилась. Вопрос 1891. Говорят, что сегодня за деньги в попы ставят, а раньше так не было. Ответ. Все это было и раньше, и не меньше, может быть. Иначе откуда бы столько правил соборных было против симонии, если бы она не существовала? Апостольская, 29-я, 4-й Вселенский собор, 2-я, 6-й Вселенский, правила 22-я, 23-я, 7-й, 5-я, 19-я, Василия, 90-я и другие. 1 Петра, 5-2. 2 Пасите, Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и Богу угодно, не для гнусной корысти, но из усердия. Иуда 1, 11. Горе им, потому что идут путем каиновым, предаются обольщению мзды, как валаам, и в упорстве погибают, как корей. Иоанн Златоуст, 13 ноября. После этого зимой святой Иоанн, несмотря на нездоровье, отправился в Малую Азию для устроения церковных дел. Там многие епископы продавали священство, беря деньги за херотонию. Таким был, например, Антоний, митрополит Ефиский. Святой Иоанн низложил в Малой Азии многих виновных в симонии епископов и лишил должностей, как тех, кто поставлял за деньги, так и тех, кого поставляли. Говорят, что 400 священников убрал сразу. Так какой епископ сегодня решится на это? Ну и я снял, что это было и враги его, когда осуждали Иоанна Златоуста. Вместо них он назначил более достойных. Установивший порядок в Малой Азии, святой Иоанн возвратился в Константинополь. Вопрос 1892. Каков был духовный уровень великих учителей, пустынников и их учеников? При встрече с иноверными они в состоянии ли были убедить их? Ответ. Встречаются разные. Но в большинстве случаев это их тоталитарное послушание и забитость делает их безучастными. И без своего руководителя они самостоятельно нигде не могут, почти нигде, постоять за себя. 1 Тимофею 4.12. Никто да не пренебрегает юностью Твоею, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Притча 24.10. Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя. Паисий Великий, 19 июня. Один из учеников святого Паисия, повинуясь его приказанию, отправился в Египет, чтобы продать свое рукоделье. На пути он случайно встретил некого еврея, шедшего тоже в Египет и пошел с ним вместе. Дорогой еврея, увидев простоту, его начал изливать скверным своим языком яд, который имел в сердце своем одушетленного змея и сказал, между прочим, иноку, О, возлюбленный, почему вы так верите в простого, распятого человека, когда он вовсе и не был ожидаемым мессией? Другой должен прийти, но не он. После того, как еврей наговорил, ему много и других лукавых и душевредных слов, инок по своей умственной слабости, простоте сердечной был обольщен евреем. Он внимал словам его, как истине, и даже раз промолвил, может быть и правда, что ты говоришь. Когда же он горнулся, то святой сказал Паисий, отойди от меня подальше вместе со всеми отрекшимися от Господа. Я не хочу с тобой беседовать, ибо если бы ты был учеником моим, каким был прежде, то я и видел бы тебя таким, каким ты был прежде. Тогда инок, воздыхая, стал проливать умильные слезы, говоря, я и есть тот твой ученик, а не другой кто-нибудь, и не знаю, что я сделал дурного. Великий Паисий после этого спросил его, с кем ты беседовал на пути? С евреем, ответил инок, и ни с кем иным. Тогда святой сказал ему, что тебе говорил еврей, и что ты отвечал ему? Ученик святого на это сказал, ну, еврей ничего мне дурного, другого не говорил, как только сказал, что Христос, которому вы кланяетесь, не есть истинный Христос, что спаситель еще только должен прийти в мир. Я же на это и сказал ему, может быть и верно, что ты говоришь. Тогда старец вас скрикал, о, окаянный, что может быть хуже и сквернее от всего слова, которым ты отвергся Христа и его божественного крещения. Теперь иди, оплакивай себя, как хочешь, ибо нет тебе места со мною, но твое имя написано с отвергшимися Христа. С ними ты и примешь суд и муки. И когда стали молиться, ученик плакал, из него черным дымом вышел демон. Вот так соглашаться с теретиками. Евреям 13.7 Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие и взирая на кончину их жизни подражайте вере их. Вопрос 1893. В апостольские времена тоже избирали руководители, но по качествам совсем не тем, что у пустынников. Не по иноческим подвигам, а по жизни, по Евангелию, по силе проповедия, учительству. Почему так изменилась шкала требований? Ответ. Не устаю повторять, что развитие церкви пошло совсем по иному пути, чем указано Христом. Стали искать свой путь, путь самости, своих трудов. Римлян 10.24. Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо не разумея праведности Божией, усиливаясь поставить собственную праведность, а они не покорились праведности Божией. Римлян 11.6. Но если по благодати, то не по делам. Иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать. Иначе дело не есть уже дело. Придумали иночество, монашество, схиму и прочее звание, как у яговистов или у казаков. 1 Тимофея 3.2. Но епископ должен быть непорочен. А одной жены муж трезв, целомудрен, благочинен, честен, странно любил, учителен. Кто знает Писание, те видят это сразу же. А кто доверился монахам, они намерто все, что ни по послушанию, не воспримут. Вот что стали ценить. Прозорливость, чудотворчество, пощение. По этим качествам и по послушанию наставника воспитывали. И потом из таких ставили руководители, в игумены, в епископы. Умение приобретать души в миру было забыто. Мирскую грамоту отвергли совсем. И потому с мирскими не могли успешно трудиться. Приобретать новые души для Христа. Да в этом и не нуждались. Паисий Великий, 19 июня. Когда я по временам сидел у преподобного Паисия, пишет Бажена Ян Колов, приходили к нему некоторые иноки, желая слышать от него полезное для их души слово. И при этом часто просили его, поведай на мощи о нашем спасении. Как мы должны жить для Господа? Старий же на это говорил им, соблюдайте заповеди Божии и сохраняйте отеческие предания. И в другой раз иноки просили его, скажи нам отче, что-нибудь еще на пользу наших душ. Божественный же муж, видя прозорными мочами своими помышлениями, каждому сказал то, что об чем он думал. И при этом поведал им, какие из помышлений их благи и каковы порочны. И от чего эти помыслы пришли к ним на сердце. Иноки эти весьма удивлялись прозорливости старца. Сказали мне, повествует Иоанн Колов, наедине, поистине, отче Иоанн, Авва поистине, открыл нам все тайны сердец наших. Открыл. И то, что одному только Богу было известно, он ясно это видел в нас. Венедикт. 14 марта. Цитата. Он счел все это за траву и сухшую вместе со своими цветами. Светские науки того времени он стал изучать в Риме. Но видя в этих языческих школах множество развращенных, как они живут по своим страстным похотям, он удалился оттуда, боясь как бы из-за малого книжного обучения не погубить великого разума своей души и развратившись с людьми порочными не впасть в пропасть греховную. Итак, он вышел из школ ненаученным мудрецом и разумным невеждой и презрел внешнее любомудрие, дабы сохранить внутреннее целомудрие. Памба. 18 июля. На пути старец с несколькими братьями увидел сидящих мирян, которые не обращали внимания на проходивших иноков. Памба сказал этим мирянам, встаньте и приветствуйте монахов с почтением, чтобы получить от них благословение. А они часто беседуют с Богом и уста их священно. Пантелеимон. 27 июля. С этого дня Пантелеон каждый день приходил к старцу и наслаждался его богодухновенными беседами, укрепляясь в познании истинного Бога. И когда он возвращался от своего учителя Ефросина, то не раньше приходил домой, как посетив старца и приняв от него душеполезное наставление. Вопрос 1894. Сегодня все свели к чисто формальному, механическому действию в церкви. Пришел, заплатил, макушку головы за деньги помочил, батюшка, и ты уже христианин. И тебя никто не знал, и ты никого не знаешь. Ушел, и о тебе ни один пастырь больше не спросит и не поищет тебя. А если бы заранее всему научили во что верить, во что креститься, тогда была бы община, семья. Как же приобретали новые души для монастырей? Умели ли искать по изгородям мира сего души? Ответ. Так и было предписано Иисусом Христом. Так и обращали людей, апостолы, ко Христу. Но потом пошло и поехало. Безбожные попы, не знающие писания, не любящие его. Им совершенно чуждо христианство. И для чего архиерея и романахов держит, он и сам не ответит. Нужно разогнать всю эту разжиревшую кошачью стаю, во главе которой разжиревший кот. И будут новые люди, и будут научения. 1 Петра 5,2,3 Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия и негосподственно над наследием Божиим, но подавая пример стаду. Эти попы старой закваски, они являются тормозами в деле благовестия. Их считать за чужих, объявить вне церкви, если они не каются о своих преступлениях против народа, в том числе, что не учили. И пусть в разряде оглашенные будут. Кирилл, 11 мая. На Мораве прежде были проповедники из Сальграда и Запада и крестили, но мало считалось христиан. Затем приехали немецкие священники и стали всех крестить подряд. Вот сейчас с Украины, с Белоруссии таких у нас тут пруд-пруди. Они развратили нашу веру православную. Они же униаты почти все. Эти священники совершали богослужения по-латыни, а с народом говорили по-немецки. Поэтому славяне, не понимавшие этих языков, не знали, во что их крестят и не разумели христианского учения. Иероним Средонский, 15 июня. Изнежившийся воин, что ты делаешь в твоем предательском доме? Вот звук трубный раздается с неба, вот с облаков сходит вооруженный вождь для покорения мира, вот обоюдоострый меч, исходящий из его уст, разрушает все препятствия, а ты выходишь из комнаты на битву, из тени на солнце, вот противник в самой твоей груди старается убить Христа. Хотя бы твой маленький племянник повис на твою шею, хотя бы с распущенными волосами и с разоданными одеждами твоя мать показывала тебе те груди, которыми она питала тебя, хотя бы твой отец лежал на пороге. Перейди по его телу с сухими глазами и беги под знамя креста. В подобном деле единственная, истинная, сыновняя любовь состоит в том, чтобы быть жестоким. Это когда препятствует идти за Христом. Кто не возненавидит отца и мать, не просто отвердится, а возненавидит. Петр Афонский, 12 июня. А испытай себя так, воздержись от мяса, вина, сыра и масла, и прежде всего от жены, имущество своего раздания ищем, прилежно молись и пастись, испытывая себя сокрушенную душою. Так проведи год, ты по прошествию приди ко мне, и что угодно будет Богу, то придется тебе исполнить. Вопрос 1895. Говорят, что если человек становится священником, то характер у него делается мягче, и он совсем иным становится. Можно ли это на примере, в житиях увидеть? Ответ. Как раз наоборот. Рукоположение только тщеславия одного неподъемного сколько насыплет ему, захватывает человек гордость в обе пригоршни, когда у него появляется власть, пусть даже над одной душою. Священники все балансируют над гранью пропасти, гордости, и более те из них, кто выше поднимается. 1 Тимофея 4.14. Не не ради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. Савва, священный 5 декабря. Число братьев ежедневно увеличилось. Их собралось около полутора раз. Две кели уже строились по обеим сторонам потока. В то же время отцы завели рабочий скот как для строения лавры, так и для других потребностей. Ибо Савва заботился, чтобы все необходимые вещи были в лавре. И чтобы по сей причине братья непринуждены были выходить из лавры в мир и соприкасаться с мирским мятежом и суетой. Но освящение упомянутой пещеры, то есть созданной Богом церкви, Савва отлагал, не желая принять рукоположение в Санкт-Приствитера и считая по своему смирению желание быть причисленным к лиру началом и корнем счастолюбивых мыслей. На возвышавшейся на церковь высокой утесистой скале преподобный Савва построил себе башню и внутри пещеры, как в раковине, нашедший скрытый путь ведущих башни удалялся в нее для совершения правила и подвигов. Увеличилась и слава преподобного Савва и много золота приносили ему боголюбивые люди, а он употреблял золото на построение лавры. Также и святейший патриарх Иерусалимский Мартирий весьма любил Савву и почитал его и посылал ему необходимое. Вопрос 1896 Приходилось ли уже при жизни святым, то есть тем, кого признают святыми-то, что за их бегство от проповеди в миру, за их скрывание в горах, расплачивается необразованность народа уже здесь на земле, не ожидая суда Божия, за это уклонение от прямой заповеди Христовой, идти по всему миру и проповедать Евангелие. Ответ. Не только тогда, но всегда, во все века, за это платили самую страшную плату, уклонение народа в любую ересь. Но никто так ужасно не заплатил за уклонение в монастыри, как это случилось в России. И в этом деле самое поразительное то, что никогда на этом никто не научался. Едва только Бог давал шанс начать сначала, как опять же за то, как и сейчас, и храмы, и монастыри, и монастыри, и храмы. Это какая-то приговоренность, заколдованность каким-то духом, очаровывающим беспокаянно. не учили, и паства сделалась чужою. Злоба народа и бестолковость были плодом ненаученности, плоды вызрели. Иоанн 15, 27. А также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мною. Деяние 1, 8. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме во всей Иудее и Самарии и даже до края земли. Григорий Богослов 25 января усердно рассеивая такую ложь повсеместно, они возбудили гнев и злобу народа против святого, ведь и капля воды при частом падении пробивает камень. Люди, не способные понимать какие-то расплетенные эритические речи и разуметь глубину таинства вощеловечения Христа, посчитали эритиков как истинных пастырей и признавали их православными учителями. Истинный же пастырь, получавший благочестью, был признаваем эритиком. Вот со мной то же самое. То эритик, то псевдоправославный, то сектант, там Дворкин досыпает им. Я говорю, ну вызовите обвинение-то, представьте, книги мои уже 13 лет на слуху и на виду. Нет, они на это не пойдут. А мне говорят, что они, самоубийцы, что ли? А вот позаглазами и в эфире какой мерзость только не пишут конкретно против меня. Я другой раз думаю, может под мои фамилии кто-то другой, на кого они? Ну не могут же так осатанеть. Ну совершенно не то, говорят. Даже близко этого нет. Знали, были, видели там такие слова, гнусные поношения. Но я благодарю Бога, что дан ангел сатаны удручать в плоть, как Павел говорит. Я услышал ответ от Бога, довольна для тебя благодатью моей. У меня очень много друзей, как говорит Кирилл Сахаров, засыловали. И вот выравнивают это теперь. На одной половине гонение, а на другой доброе расположение. признаваемый ретикум, Филипп Митрополит, 9 января. Тогда, избегая славы, он удалился из монастыря в пустыню, и там, вперив ум свой к Богу, непрестанно упражнялся в одних только молитвах. Так долго подвязался святой Филипп в пустыне, в лесах Соловецких, и потом снова возвратился в обитель к прежним своим трудам. Игумен Алексей, видя его столь совершившимся в иночнических подвигах и украшенным глубоким смирением, весьма утешался им и держал его при себе своим помощником, поручив ему надзор за начальными послушниками. Посему он оставил игуменство и снова удалился в пустыню, приходя в монастырь только для причащения счастного тела и крови Христа Бога нашего. Между тем, слава святому Филиппе дошла до благоверного царя и князя Иоанна Васильевича Грозного и поставят его митрополитом, а потом молюта его задушит. Благословен Господь и благословен отцарство Христа Бога нашего. Аминь.